Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Я думаю, вам всем известно, что недавно делегация закрытого акционерного общества струйной технологии вернулась из Индонезии, где участвовала в выставке и конференции железнодорожных технологий под названием Railway Tech 2017. Только что делегация привела на работу, и мы имеем прекрасный шанс пообщаться с одной из участниц этой выставки, руководителем отдела международных связей нашей организации Анастасией Лейко. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Михаил. Насколько мне известно, естественно, в общих чертах то ваших комментариев, то рабочая группа, которая состояла из инженеров компании, специалистов по связям с общественностью и некоторыми другими работниками, приняла участие в форуме и представила транспорт Skyway бизнес-структурам, а также каким-то государственным организациям Индонезии. Также, насколько я слышал, были проведены переговоры с целым рядом потенциальных партнеров. Также я знаю, что для компании это была первая поездка, первое знакомство с рынком Индонезии и, в принципе, той части мира. Хотелось бы задать свой первый вопрос о том, в чем же состояла основная цель участия в данной выставке. Ну, Михаил, собственно, в этом и состояла основная цель. Это познакомиться с рынком Индонезии, продолжить знакомство с рынком Азии, поскольку мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с индийской стороной, то есть мы уже заложили базу. Ну, и опять же изучить условия, природные условия, условия экономические в области транспорта Индонезии. Ну, в общем, я считаю, что своих целей мы достигли в рамках этой поездки. Хорошо, вот вы ознакомились с рынком, с этой страной, с регионом в целом. Насколько велика там потребность в тех услугах, которые, и в той технологии, которую может предложить Skyway? И какова, в общем-то, емкость транспортного рынка Индонезии? Потребность очень велика, и эта потребность, на мой взгляд, обусловлена в первую очередь природными факторами и демографическим фактором. Вообще Индонезия — это страна, которая расположена на 17 тысячах островов. Шесть из них являются, шесть тысяч, прошу прощения, из них являются населенными островами. И все население — это где-то примерно 255 миллионов человек. Только в Джакарте 10 миллионов человек и 12 миллионов автомобилей. То есть я думаю, что понятно, между прочим, сообщение между этими островами, оно налажено, естественно, хорошо уже в настоящее время. Но острова связаны между собой в основном только морским и воздушным сообщением. То есть транспорт эстакадного типа, какой вообще мы можем предложить, он является достаточно актуальным и таким своевременным решением. Кстати, когда мы принимали участие в этой выставке, очень многие наши посетители, которые приходили на стенд, говорили, что мы приехали, ну вот как нельзя, вовремя, потому что вот как раз все вот эти проблемы, они к настоящему моменту назрели. Скажите, а вообще раз такое внимание, как я понимаю, было уделено нашей технологии, раз такая важность в решении транспортных проблем существует сейчас в Индонезии, как, в общем-то, приняли нашу делегацию и нашу технологию? Нашу делегацию приняли с очень большим уважением и почтением, я могу это сказать. Индонезийская сторона была очень гостеприимной, вплоть до того, что мы даже получили вот такую награду, как почетные участники данной выставки. Вот, к слову сказать, далеко не все экспоненты получили эту награду, и мы получили особую благодарность за поддержку данного мероприятия со стороны нашей компании. Я вижу даже какой-то сертификат. Да, у нас есть и сертификат, который тоже выражает особую благодарность за участие. Да, пожалуйста. Вот, поэтому приняли нас очень тепло, и могу констатировать, что, конечно, индонезийская сторона и многие люди, которые посещали наш стенд, они были крайне удивлены, что в Европе существует такая технология, и что они, ну, до сих пор об этом не знали. Прекрасно. Хотелось бы вот такой вопрос задать. Мы вместе были с вами в Берлине на выставке «Натранс», которая, мне кажется, на данный момент была самой значимой среди всех тех международных форумов, на которых мы принимали участие. Вот в сравнении с ней, какой выдалась данная выставка, и в чем-то, может быть, более значимой, в чем-то менее. Ну, сразу же понятно, что представительность была не такая, ибо здесь не было подвижного состава. Но обо всем остальном вкратце расскажите, как будет удобрение. Ну, в общем, если сравнивать эти две выставки в разрезе сухих цифр, то я могу, конечно, сказать, что выставка «Иннатранс» в Берлине, она превзошла по численности и посетителей, и по численности экспонентов в 10 раз. То есть констатирована точная цифра посетителей. «Иннатранс» — это примерно 145 тысяч человек. Выставку в Индонезии посетили 15 тысяч человек. Но она, на мой взгляд, явилась не менее важной для нас, потому что наш стенд посетило большое количество важных, ну и с точки зрения бизнеса, нужных нам людей. Например? Например, среди них это представители Министерства энергетики и минеральных ресурсов. Вот. Был советник министра, для него была проведена презентация, достаточно хорошее мнение у него сложилось о технологии. Комитет национальной экономики, например, посетил наш стенд. Также посетил наш стенд посол Южной Африки в Азиатском регионе. Вот. В третий день выставки, к слову сказать, презентация нашей технологии была проведена для руководителя Индонезийской транспортной ассоциации, транспортного общества. Вот. И уже на следующий день, на четвертый день выставки, руководитель этой ассоциации пришел со своей командой и с министром транспорта уже с конкретным предложением подписать соглашение, о сотрудничестве. Подписали? В работе сейчас. То есть ведется работа? Да, ведется работа. Прекрасно. Очень приятно слышать все это. Но, насколько я знаю, при правильной организации участия в выставке, по ее итогам работы больше, чем до того, как она состоялась. То есть, если все хорошо, как надо, наработано такое количество контактов для развития дальнейшего бизнеса или, в данном случае, нашей технологии, что некогда головы поднять из-за работы. Расскажите, какие итоги выставки в том ключе, что появились какие-то новые направления, какие-то бизнес-контакты. То есть, какие у вас планы на будущее у вашего подразделения? Вы совершенно правы, Михаил, появилось большое количество контактов. Мы сейчас ведем очень активную работу по отработке каждого из контактов. Выполняем все свои обещания, высылаем всю информацию. Ну и параллельно мы готовимся к еще одному событию, важному для нашей компании. Менее чем через месяц состоится выставка Smart Cities в городе Дели в Индии. Начало выставки предполагается на 10 мая. С 10 по 12 мая три дня. Мы будем выставлять примерно такую же выставочную экспозицию, как было и в Индонезии. Но у нас будет более масштабный стенд, 72 квадратных метра. Поэтому мы параллельно ведем еще вот такую большую работу. И ввиду того, что у нас в Индии уже существует такой плацдарм для работы определенный, мы достаточно серьезно готовимся к этому мероприятию. Спасибо большое за интересную информацию и желаю вам не меньшего успеха в Индии, чем он был в Индонезии. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и вам всегда будет кому подсказать, какой островок в Индонезии необитаемый прикупить. Обращайтесь к Анастасии. Строй Skyway, спасай планету! Анастасии.